Этот день лицеиста учащиеся 11-го Е-класса экономического профиля областного лицея точно запомнят. Встреча с руководителем Мозорского района Еленой Павлечко была запланирована заранее. В своем плотном графике Елена Федоровна нашла окошечко, чтобы побеседовать, хотя и в официальном зале, где решаются серьезные вопросы всего региона, но в неформальной атмосфере. Что собой по структуре представляет исполнительная власть. Функции и задачи – поддержка молодых семей и молодых специалистов, спорт и культура и многое другое. Жизнь Мозорщины, как говорится, из первых уст. А далее последовали вопросы. Состоявшаяся в карьерном плане Елена Федоровна, экономист по образованию, будущим экономистом, отвечала подробно, четко, а главное искренне. Я всегда говорю, лучше горько, но правда мне у глаза всегда скажут, чтобы я понимала, как мне правильно принять решение. И вот эта работа с руководителями, с подчиненными «Говори правду», она дает свой результат. То есть не слукавить, не обмануть. Вот как есть, правда, ничего, кроме правды. Поэтому я так работаю, я всегда сказала, значит, я должна это сделать и не помнить, и по-другому не будет. Это однозначно. То есть я сам на себя адресаторство беру, и, соответственно, на каждую руководительную учреждение, которая сам на себя берет, ну и для организации. И вот все вот эти результаты, совместные работы и привезут. Потому что если кто-то не добежал, то не проблема в сутки, а 24 часа. Все средства хороши, сами стали, доделали, сделаны. Почти семь лет руководства Мозорским районом. За это время Елена Павличка получала титул «Успешный руководитель», становилась «Женщиной года» как на республиканском, так и на областном уровнях. Не так давно стала героиней телепроекта «Белорусская супер-женщина». Так что вопрос о качествах, которыми должна обладать супер-женщина, был вполне закономерен. Наверное, все-таки по моей карьере на лестнице это трудолюбие и уважение к людям, прежде всего. Потому что надо всегда слышать людей то, что говорят, и правильно делать выводы, и критику воспринимать свой адрес правильный, делать, так скажем, работу над ошибками. Потому что, поверьте, те, кто не делает, и ничего не делает, у них не будет ошибок. По жизни надо всегда выслушать различные предложения и принять правильные решения. То есть все взвесит. Я человек очень взвешенный такой, поэтому с разной стороны и очень самокритик к себе. То есть, наверное, никто так не прокритикует даже начальством, что стоящее меня, как я сама. В ходе ответов на вопросы Елена Федоровна рассказала, кем мечтала быть в детстве. Учителем, а после врачом. Но в итоге стала экономистом. Председатель райисполкома неоднократно говорила, все профессии важны, все профессии нужны, а ее титулы – это заслуги каждого жителя Мозорщины. Лицеистов интересовала и личная, и общественная. Будущее – настоящая города, планы и перспективы. А после небольшая экскурсия в кабинет главы района. Кстати, Елена Федоровна подчеркнула, что здесь она находится только 25% рабочего времени. Ведь промышленность, сельское хозяйство и другие сферы требуют личного присутствия и контроля на конкретных объектах. После лицеисты поделились со съемочной группой телеканала своими впечатлениями и эмоциями об этой встрече. Я считаю, что Елена Федоровна очень добрый человек, очень искренний. И во время речи, когда она говорила о детях из детдома, реально просто затронула за душу, потому что мы, как лицеисты, тоже ездили туда, смотрели на этих деток, мы с ними познакомились, подружились. Это, на самом деле, было очень искренне и очень зацепило меня. Также это был очень полезный опыт, потому что мы экономисты, наш класс экономисты, и она тоже, Елена Федоровна, закончила именно экономическое, у нее экономическое образование, и поэтому это как очень важный совет для нас, чтобы понять, кем мы хотим определиться, стать в будущем, кем мы хотим быть. Так что это очень полезный опыт. Очень здорово то, что нас Елена Федоровна пригласила на эту встречу. Я благодаря ней узнал больше о нашем городе, больше о ее деятельности, и это очень круто. Очень положительная, честно. Мне очень понравилась эта человек, она такая открытая, добрая, скромная, она щедрая, и мне очень приятно было слушать ее и задавать вопросы. Это очень была интересная встреча, увлекательная, было интересно послушать на то, что происходит, так сказать, за кулисами всего вообще. Мне очень нравится в Елене Федоровне ее такое качество, как ответственность, потому что даже по тем действиям, которые совершает она, по ее работе, если она не доделает что-то, это очень интересно, и все очень понравилось. 19 октября традиционно отмечается День лицеиста. В Мозорском областном лицее, который по праву считается образовательным брендом Гомельщины, так сказать, профессиональный праздник всегда становится нечто особенным и запоминающимся. Это уникальный такой наш профессиональный праздник, поэтому и проводим мы его так, как дата проходила в Царско-сельском лицее. Традиционные уроки заменяются нестандартными. Кто-то отправился на мастер-класс по журналистике, кто-то в школе искусств обучается основам живописи, кто-то изучает танцы 19 века, а вот 11-й Е экономический класс пришел в здание Мозорского районного исполнительного комитета, чтобы пообщаться с Еленой Федоровной Павлечко. Хотелось бы, чтобы дети убедились, что мэр города – это не какая-то недосягаемая личность, это женщина, которая несет непомерно тяжелый груз, очень много работает и делает все, чтобы наш город с каждым годом становился все краше, ярче, чтобы условия для жизни граждан были лучше и лучше. Общее фото, эмоции, впечатления. Возможно, для кого-то из ребят повод еще раз задуматься о своем профессиональном будущем. А еще мощная мотивация ставить цели и их достигать.